здравствуйте друзья хотел поговорить на интересную тему о срывах рецидивах о том что ты идешь к чему-то и ты вдруг раз тут оступился там тебя перевернула тут какой-то облом и вот я подумал что есть какая какая-то символичность в том что мы об этом сейчас поговорим двигаясь по кремниевой долине по столице стартапов по по территории вот мы с вами едем в радиусе тут не знаю там 15 километров от того места где мы едем сосредоточено 40 процентов мирового венчурного капитала я это говорю к тому что вот она вот она то самое место где люди идут на прорыв или кто с одной попытки кто со второй кто с десятой пробиваются а поводом для того чтобы поговорить о временных таких неудачах обломах является то что я сейчас читаю книжку ну там психологи пишут которые работают всякими зависимостями и с курильщиками и с алкоголиками и с зависимостью пищевой бог знает сколько их там есть разных зависимостей там полтора десятка даже больше и вот интересная статистика значит то есть она где-то получена просто в книжке я прочитал статистика такая что люди когда идут в какой в какое-то такое действие вступают в деятельность вступают по изменению себя изменению своей жизни изменение жизни обычно начинается с изменения себя в чем-то вот то что говорят выйти там из зоны комфорта вот вот она вот-вот вот она и когда у человека происходит облом они это наблюдали на курильщиках на наркоманах там и так далее интересная вещь получается значит если ты с первого раза идешь то вероятность дойти до конца успешно я по памяти там типа 6 процентов а если ты идешь уже по второму разу да вот у тебя был рецидив то есть это сорвался и закурил запил там еще что но что происходит в этот момент человек если он не завязал конечно с попытками это другое это бывает но если он собрал как бы собрался силами осмыслил он никогда не идет второй раз в этот процесс с той же позиции в какой он раньше был то есть он не по кругу ходит он по спирали ходит он на более высоком уровне понимание задачи это делает он уже себя лучше понимают он сложность задачи лучше понимает а там еще вокруг знаете много умников одни говорят это просто посмотрите на меня а я есть люди которым просто это правда вот есть такие вот раз вот сбросил курить и все их там раз и не пьет один не пьет и и забыл как не пил а другой не пьет или там допустим не курит да вот не курит и он к у него 15 лет как не курит а у него ломка где-то дымком повеяло у него ломка по-разному люди бросают и вот они ой да чего там это же просто или вот там с похудением а что год вот я рот назову там рот зашила себе и все лишнего не жрешь это же просто лишнего не жрать и вот у нас тоже вот за народ приходит они же тоже себя меняют вот наши студенты например да они идут на очень серьезный прорыв я все время читаю там про наркоманов читаю про курильщиков а вижу в это время наших студентов которые они не то что избавляются от зависимости но они тоже меняют меняют стереотип поведения меняют себя очень похожий процесс слава богу там они не у них нет такой уж прямо зависимости вот наркотической но все-таки и когда они второй раз идут на на второй заход и бывает что и на 3 бывает все на 5 я вот мир когда курить бросал я уже не помню сколько там раз ну наверное раз 5-6 было таких серьезных заходов вот но 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 правда я каждый следующий раз шел в это дело с каким-то новым пониманием у меня был был момент я один из первых разов я два года не курил и я был уже абсолютно уверен что я бросил и вот эта стадия 5 стадия maintenance значит я я ее не прошел до конца а это же ты же думаешь лишь такой герой я же живу не курю я уже два года не курю нас я уже бросил я же могу с там с пацанами сигаретку как не курящий даже не курящие люди там выкурил сигарет он же не стал с этого курильщика правда и заново понеслось и я все это видел и проходил и по первому разу и по второму к счастью студент у меня был один он работал в кащенко врач-психиатр нарколог и он мне сказал миша пока ты не поймешь что это зависимость то ты так и будешь ходить ты наркоман ты просто не понимаешь это пойми что это наркомания я я бы как курение да 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 зависимость вот но я к чему рассказываю что со второй по со второго захода папы вероятность успешного прохождения существенно выше чем с первого вот такая такая интересная зависимость потому что не по кругу еще раз а по спирали мы поднялись на следующий уровень и мы идем со второго захода и нормально проходит и я помню у меня вот были студенты ну смотрит как учится непонятно как но как то так вот он то ли он тут то ли он там то ли он здесь и сейчас то ли он там и нигде в общем потом проходит исчезает куда потом проходит там не знаю бывает что и пару лет проходит и этот человек возникает и говорит вот я пришел быть ничего не говори я все знаю я все понял ведь ничего не говорю просто я хочу заново и вылетает как из как из пушки то есть я это тоже вижу но я я не занимаюсь такой практикой как там не дай бог у людей но но тем не менее к чему я это говорю потому что у нас много народу которые письма пишут и они в переживаниях и вот одни боятся как бы не обломаться другие боятся после того как они однажды обломались и но это же есть опыт это же и есть вот то самое когда за одного битого двух небитых дают которые уже битый я как раз вот когда читал эту статистику и вот это вот за одного битого двух небитых дают вот она у меня вынесла сразу в голове вот вот это она и есть но он должен хотеть конечно он он должен хотеть реализовать вот это изменение в своей жизни но но классно очень классная я нахожу в этом колоссальный мотивирующий такой аспект очень классно что шанс это растут они падают люди которые со стороны смотрят и к которым самое главное чтобы у тебя не получилось потому что то получается что они как то ник неUP над дают недоделывают учета дать то есть для них существенно чтобы тебя не получил cuenta и вот они очень радуються когда вот тебя не получилось потому что для них для них это значит что не получится никогда а это не так если ты не пошел по второму заходу по третьему смысле как не пошел не перес corona по хорошего не пошел надо было переосмыслить понять и тогда уже дальше 2 так вот если ты не пошел то вот фактически они твоей жизнью теперь руководят они ты своей но если ты пошел да то ты там кардинально там не чуть ли не в пять раз я не помню там увеличивается вероятность успешного прохождения другое дело что есть отдельная категория людей которые по спирали не ходят они ходят только по кругу это тоже так вот допустим я не знаю провалил 3 интервью значит не могут давай сядем разберем там что произошло как сделать лучше да как подни как по спирали идти когда негид давай просто больше интервью и всем негатив он не хочет по спирали он хочет не уходить с круга а просто чтобы кто-то крутил этот круг крутила об этом по нему бегал бы бегут за чужой счет чтобы от себя ничего не докладывать и лучше не становиться и себя не изменить не дай бог себя не изменить не дай бог не стать лучше не не быть более компетентным эффективным дамы так далее это конечно отдельная история в общем друзья для тех кто готов себя менять вот я хотел поделиться хорошей новостью обломы нас делают сильнее если что контролируете что вы движетесь по спирали а не ходите по кругу как слепая лошадь до счастлива